СПОРТМИКС Итак, во дворце спорта имени Кабаулу Кажемкула прошел чемпионат Кыргызской Республики по спортивному и боевому самбо И сегодня мы вам покажем финальные схватки второго дня соревнований На ваших экранах весовая категория до 57 кг Спортивное самбо Здесь встретились Даврон Морозыков в красной куртке и в синей куртке Белек Бараканов Даврон Морозыков представлял команду СДШР Свердловского района Он является бронзовым призером чемпионата Азии 2007 года среди молодежи Бронзовый призер Босфорского турнира 2008 года Бронзовый призер Кубка Мира 2009 года Серебряный призер международного турнира Раджив Ганги 2010 года Как любители спорта знают, Даврон Морозыков боролся и в соревнованиях по борьбе дзюдо И в принципе добивался неплохих результатов Ну и также стоит отметить, что Даврон является чемпионом Кыргызстана 2012 года Бронзовым призером Спартакиада Кыргызской республики 2015 года Серебряным призером международного турнира памяти воина-интернационалиста Виталия Гордеева 2016 года И наконец в прошлом 2016 году Даврон Морозыков стал серебряным призером чемпионата Кыргызстана по бразильскому джиу-джитту В принципе довольно опытный спортсмен И соперник в этой схватке у Даврона был представитель Иссыкульской области из города Чонпоната Белек Бараканов Белек является победителем Универсиада Кыргызской республики 2013 года Победитель международного турнира памяти Виталия Гордеева 2013 года по боевому самбо Серебряный призер международного турнира памяти Виталия Гордеева 2015 года по спортивному самбо Серебряный призер Кубка Северного моря 2015 года Эти соревнования проводятся в Германии в городе Хозум Ну и также Белек Бараканов является серебряным призером Кубка мира по борьбе с самбо Мемориал Анатолия Харлампиева 2016 и в том же 2016 году Белек стал чемпионом Кыргызской республики по спортивному самбо Таким образом можно сказать что Белек Бараканов отстаивает свое звание чемпиона страны В борьбе с Давроном Морозыковым Хотелось бы отметить что в этом году соревнования прошли на довольно высоком уровне Также хотелось бы отметить что предварительно прошел отбор претендентов на чемпионат страны по регионам И вот с этим было ограниченное количество участников на чемпионате Кыргызстана И это конечно же дало положительные результаты Ну во первых по времени соревнования проводились Приемлемые так сказать сроки Не затягивались допоздна Ну а вот мы видим прием в исполнении Даврона Морозыкова Зарабатывает он 2 балла Пытается Белек контратаковать Но схватка остановлена и борьба продолжается в стойке Ну так вот Во первых по времени укладывались нормальные соревнования Ну и во вторых повысился качественный уровень спортсменов Так как приехали на чемпионат лучшие спортсмены Самбисты И естественно с первых же схваток борьба была уже довольно интересной Ну а мы видим атаку в исполнении Белека Бараканова Зарабатывает он до результативных баллов И борьба продолжается уже в стойке Попытался Даврон Морозыков провести прием Не получилось И теперь уже попытка в исполнении Белека Бараканова Также он не смог провести результативную атаку Борец синей курки Он пытается на болевой перевести Даврона Не получилось Снова борцы поставлены в стойку И борьба продолжается Вообще борьба самбо у нас в Кыргызстане Всегда была довольно популярной Но в последние годы, в последнее время Можно сказать Еще больше интерес Стал привлекать этот вид спорта Довольно ощутимые результаты у нас на международной арене Но об этом я вам сейчас расскажу А пока мы смотрим атаки в исполнении спортсменов Завершилась финальная схватка в категории до 57 кг И в итоге чемпионом Трагестана 2017 года Становится Белек Бараканов И отстаивает свой титул чемпиона Второй год подряд Белек становится чемпионом страны Следующая весовая категория до 57 кг Боевой самбо раздел Здесь встретились Акназар Жамакееван в красной куртке И в синей куртке Элимбек Жанебеков Акназар представляет команду города Ож Является бронзовым призером Третьих евразийских спортивных игр 2013 года Бронзовый призер чемпионата Кыргызской республики 2014 года по спортивному самбо Бронзовый призер первенства Азии 2014 года Среди юношей также по спортивному самбо Соперник Акназара Элимбек Жанебеков Также представляет команду города Ож Является бронзовым призером А вот мы видим атаку в исполнении Элимбека Жанебекова И идет удержание Вот такой вот Элимбек является бронзовым призером чемпионата Кыргызской республики 2014 года По боелобу самбо Идет у нас удержание Ничего пока Акназар Жамакеев не может противопоставить Элимбеку Жанебекову Итак совершено полное удержание И схватка завершена Но мы еще раз смотрим атаку в исполнении Элимбека Который становится чемпионом Кыргызстана 2017 года По боевому самбо Следующая весовая категория Раздел спортивное самбо Здесь встретились Артур Тё Он в красной куртке и в синей куртке Мерлан Эралиев Весовая категория до 68 килограмм Артура Тё Любители спорта уже хорошо знают Он представляет город Бишкек Является многократным чемпионом Кыргызстана И победителем различных международных турниров По борьбе дзюдо и самбо Артур является бронзовым призером Первенств Азии и мира 2010 года Чемпионом Азии и мира 2011 года Среди юношей Серебряный призер Суперкубка мира Лемориал Анатолия Харлампеева 2012 года Бронзовый призер Всемирной универсиады 2013 года Также Артур Тё Ну вот мы видим прием в исполнении Артура Зарабатывает он результативные очки И ведет в этой схватке Ну так вот Также Артур является серебряным призером Первенства мира 2013 года Среди молодежи Серебряный призер Первенства Азии по самбо И дзюдо 2013 года Кроме того Я вот говорил вам что Артур занимается дзюдо и самбо Также он выступает в соревнованиях По пляжной борьбе И уже является двухкратным Призером этих соревнований Я имею ввиду Азиатские пляжные игры В 2014 году Артур Тё стал серебряным призером И в 2016 году Артур стал бронзовым призером Азиатских пляжных игр Ну и можно еще добавить что В 2014 году Артур стал победителем Кубка мира среди студентов А уже в этом 2017 году Артур Тё стал серебряным призером Кубка мира По борьбе с самбо Мемориал Анатолия Харлампиева 2017 Соперник Артура Мерлан Иралиев Представляет город Талас Он является серебряным призером Чемпионата Кыргызской республики 2013 года Серебряный призер Международного турнира Памяти Война-интернационалиста Виталия Гордеева 2014 года Пытается Мерлан Иралиев Переломить ход схватки Но пока Не удается ему Ничего существенного сделать Хорошо Проводит эту схватку Артур Тё И вот Артур Буквально Через месяц после выступления На мемориале Анатолия Харлампиева Выступил В чемпионате Кыргызской республики По борьбе с самбо Ну и также стоит отметить Что Артур Тё Не Далее как Две недели назад Выступал В соревнованиях По борьбе Зюдо Гран-при Анталии Одну схватку Он там Выиграл Но на второй Правда Уступил В число призеров Не попал Но тем не менее Выступил Артур Тё На таких Престижных Стартов Как Гран-при Подзюдо И так Продолжается у нас Финальная схватка В категории До 68 Кг Ведет пока В этой схватке Артур Тё И Мерлан Орлеев Пытается Что-нибудь Противопоставить Своему Довольно Опытному Сопернику Ну Пока Вы будете Смотреть Я Расскажу О Победителях В других Весовых Категориях По Спортивному Самбо Еще Два балла Зарабатывает Артур И уже Довольно Уверенно Ведет В этой Схватке И так В категории До 52 Кг Чемпионом Кыргызстана Стал Телег Аманкулов Весе До 62 Кг Звание Чемпиона Завоевал Арсен Камчебегов Весе До 74 Кг Победу Праздновал Мамбиджанов Вурмат Весовой Категории До 90 Кг Чемпионом Кыргызстана Стал Аселбек Улу Жамалбек И Супертяжелой Весовой Категории Свыше 100 Кг Первое место И Золотую Медаль Чемпионата Кыргызстана 2017 Года Завоевал Канадбек Улу Ильгиз Это что касается Победителей В соревнованиях По спортивному Самбо Итак Остановлена у нас Схватка Ставятся борцы В стойку Ну и торопится Мерлан Ролеев Пытается Все таки Набрать Какие то баллы Чтобы Выровнять борьбу Но Времени Не хватило Ну а мы Смотрим Атаки В исполнении Артура Те Который В итоге Становится Чемпионом Кыргызской Республики 2017 Года В разделе Спортивное Самбо Еще одна Схватка Теперь мы Смотрим Раздел Боевое Самбо Весовая Категория 68 Кг Здесь Встретились Немат Абдрашитов Он В красной Куртке И в синей Куртке Бектур Маматыминов Немат Абдрашитов Представляет Команду Города Баткен Является Бронзовым Призером Кубка Мира По борьбе Самбо В разделе Боевое Самбо В категории До 100 Кг Победу Одержал Даниэр Аланжанов И Супер Тяжелой Весовой Категории Свыше 100 Кг Чемпионом Кыргызстана 2017 Года В разделе Боевое Самбо Стал Энаман Абдикеримов Ну а мы Смотрим Финальную Схватку В категории До 68 Кг Напомню Здесь встретились Немат Абдрашитов И Бектур Маматуминов Ну вот Сумел Перевести На удержание Своего соперника Немат Абдрашитов И Как мы видим Идет Удержание В принципе Довольно Сложно Бывает Выйти Вот из этого Положения Из удержания И практически Всегда Спортсмен Который Находится В положении Снизу Внизу Очень редко Удается ему Выйти Из этого Вот Захвата Ну и в итоге Победу одержал Немат Абдрашитов И стал чемпионом Кыргызстана 2017 Года В разделе Боевое Самбо Следующая весовая Категория До 82 Кг Здесь встретились Мерлан Кинджибаев Он в красной Куртке Представляет Команду Государственного Комитета Национальной Безопасности И соперником Мерлана В этой схватке Был Мурас Касымкулов Который Представлял Команду Города Бишкек Самбисты По-моему Впервые В истории Насколько я помню Завоевали Сразу Семь медалей На счету Наших Самбистов Три Серебра И Четыре Бронзы На турнире По-спортивному Самбо Весовой Категории До 57 Кг Белек Бараканов Занял Второе место В состязаниях По-боевому Самбо Серебряными Призерами Стали Мухаммед Али Эргешов Весе До 52 Кг И Жанабек Аматов Категории До 90 Кг Ну и Бронзовыми Призерами стали Ормат Улубик Турсун Категория До 57 Кг Александр Хадин Категория До 100 Кг Автандил Улубик Весовая Категория До 62 Кг И Токтасун Улубик Весовая Категория До 74 Кг То есть Можно сказать Что Довольно Успешно Выступили Наши Самбисты В этом Году На Этапе Кубка Мира Мемориал Анатолия Харлампиева Ну Можно В принципе Отметить Что Ну вот Мы видим Зарабатывает По-моему Бал Борец В красной Куртке Мерлан Кенжибаев И борьба Продолжается В стойке Ну так вот Справедливости Ради Можно сказать Что Финальная Схватка С участием Артура Тё Была Довольно Упорной Встретился С белорусским Спортсменом И в итоге Лишь по замечанию Победу Отдали Белорусскому Самбисту Хотя В принципе Можно было бы Отдать победу И Артуру Но Всё-таки Соревнования Проводятся В Российской Федерации В Москве Ну и вот Таким образом Артур Стал Серебряным Призёром Итак Пытается Мурас Касанкулов Что-нибудь Предпринять Пока не получается Немного Повыше Мураса Мерлан Кенжибаев Есть у него Определённое Преимущество Но пока Вот Особо Нельзя сказать Что Мерлан Этим преимуществом Пользуется Всё-таки Подлиннее У него И руки И рычаг Длиннее И Пока вот Ну вот Выждал Выждал всё-таки Мерлан Кенжибаев Поймал Своего соперника На Контр-атаке И Идёт Удержание Мы видели Что Можно сказать Кинулся Мурас Касанкулов На своего Соперника И Возможно Именно этого И ждал Мерлан Кенжибаев И таким образом Вот он Контр-атаковал Своего соперника Перевёл его В партер И Заработал Четыре Бала В соревнованиях По боевому Самбо Немного Другие Правила Там Удержание Считается Как Чистая Победа Но По спортивному Самбо Правила Немного Другие Попытался Мурас Касанкулов Атаковать Но Внимательно Следит За своим Соперником Мерлан Кенжибаев И борьба Продолжается В стойке Также Хотелось бы Отметить Что Ежегодно Наши Самбисты Привозят Огромное Количество Медалей С чемпионатов Азии Причём По всем Возрастам Ещё Два балла Зарабатывает Мерлан Кенжибаев И довольно Уверенно Ведёт В этой Схватке Ну так Вот Большое Очень число Наград Привозят Наши Самбисты С чемпионатов Азии Например В прошлом Году На чемпионате Азии Который Проходил В столице Туркменистана Городе Ашхабад Кыргызстанские Самбисты В общей Сложности Завоевали 31 Медаль 3 золотых 9 серебряных И 19 Бронзовых Это В принципе Довольно Большой Показатель И Довольно Успешное Выступление Наших Хамбистов Если Говорить О Медалистах Можно Отметить Что На чемпионате Азии Среди Юношей Серебряным Призером Стал Жусупу Улу Кайрат Амаксанбек Улу Недер Саганбай Улу Байаман Кылышбек Улу Дастан И болот Улу Эрмик Завоевали Бронзовые Медали Ну а у нас Завершилась Финальная Схватка В категории До 82 Килограмм Мы смотрим Атаки В исполнении Мерлана Кинжибаева Который В итоге И становится Чемпионом Кыргызстана 2017 Года В соревнованиях По Спортивному Самбо Следующая Весовая Категория Точнее Та же Весовая Категория До 82 Килограмм Но теперь Раздел Боевое Самбо Здесь встретились Эдельбек Шакирбаматов Он В красной Куртке Представляет Город Ош И в синей Куртке Эдельбек Сарываев Динамо Спортивное Общество Эдельбек Шакирбаматов Является Серебряным Призером Чемпионов Интергейской Республики 2016 Года По Боевому Самбо И вот Теперь У Эдельбека Шакирбаматова Есть Довольно Хорошая Возможность После серебряной Медали Чемпионата Страны Завоевать Золотую Медаль И в принципе Близок Эдельбек Шакирбаматов К завоеванию Чемпионского Звания Вот мы видим Что На контратаках Работает Эдельбек Первым номером Пытается Работать Его Тезка Эдельбек Сарыбаев Но Как мы видим На контратаках Работает Борец В красной Куртке И Борьба Продолжается В стойке Ну Также можно Еще вспомнить Что в прошлом Году На чемпионате Азии Среди Юниоров Максим Мануэлов Категории До 82 Кг И Эламан Генжибаев Веси до 90 Кг Стали Чемпионами Азии Ну А вот Мы видим Атаку В исполнении Эдельбека Шакирмаматова И в итоге Вот на спину Падает Эдельбек Сарыбаев И таким образом Чистую победу Одерживает Борец В красной Куртке Эдельбек Шакирмаматов И еще Одна весовая Категория Раздел Спортивная Самба Категория До 100 Кг Здесь встретились Телег Куралов В красной Куртке И в синей Куртке Асланбек Эсмурзиев Телег Куралов Представляет Город Талас Является Бронзовым Призером Чемпионата Кыргызской Республики 2013 Победитель Международного Турнира Памяти Виталия Гордеева 2016 Серебряный Призер Международного Турнира Памяти Виталия Гордеева 2017 Года Асланбек Эсмурзиев Представляет Команду Города Бишкек Является Серебряным Призером Чемпионата Кыргызской Республики 2014 Итак, один балл зарабатывает борец синие куртки Асланбек Эсморзиев. Ставятся борцы в стойку и борьба продолжается. Ну и завершая свой рассказ о чемпионате Азии, и хотелось бы отметить, что Телека Манкулов и Элдос Масиев стали серебряными призерами, а Иманбек Тентьев, Азат Аманбеков и Даниэр Байшеев завоевали бронзовые медали. Ну вот у нас небольшая остановка была, и схватка продолжается. Ну и среди мужчин на чемпионате Азии в прошлом году серебряные медали выиграли Белек Бараканов, Мамбиджан Улу-Урмат и Каналбек Улу-Эльгиз, а бронзовыми призерами стали Эрмек Акматов, Даврун Морозыков, Павел Гончаров и Азамат Казакбаев. Ну и на турнире по боевому самбо серебряными призерами стали Абстанбек Улу-Аманат, Аскарови Улу-Акай и Токин Улу-Закшилык, а бронзовыми призерами стали Мухаммед Али-Иргашев, Токтабай Улу-Заламбек и Бабаворот Юлдашев. А у нас идет удержание, и в итоге победу одерживает в этой схватке Телек Куралов И становится чемпионом Кыргызской республики 2017 года. Ну вот мы видим атаку в исполнении Асланбека из Мурзиева. А теперь вот уже контратака в исполнении Телека Куралова. Вроде бы уже завершал проем Асланбек, но контратаковал Телек Куралов. И в итоге стал чемпионом Кыргызстана 2017 года. Мне хотелось бы напомнить, что спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает Национальный Олимпийский комитет Кыргызстана. А сегодня у нас в гостях президент Федерации самбо Кыргызской республики Нурлан Таканоев. Здравствуйте, Нурлан. Прошел у нас чемпионат Кыргызской республики по борьбе с самбо. Ваше впечатление? Добрый день. Очередной чемпионат мы провели. Провели успешно. Отбор был сделан. Сборная команда сформировалась. Молодые наши самбо показали, на что они способны. Ну и, естественно, гвардия взрослых наших первых номеров показали, что они сегодня в своих весовых категориях сильнейшие. И это впечатляет нам надежды на будущие в этом году проводящие большие мероприятия. Мне хотелось бы высказать, так сказать, свое мнение. Мне понравилось, что предварительно отбор прошел в регионах. И на чемпионате страны выступали действительно сильнейшие. Раньше поздновато заканчивались соревнования. А в этот раз все было так сделано довольно грамотно. Мы изменили календарный план. Прошлые годы мы действительно работали на массовость. Мы должны были охватить все регионы. На сегодняшний день во всех областях и крупных городах есть наши представители-самбисты. И в этом году мы сделали, что на первенство Кыргызстана приедут только чемпионы областей и городов. И поэтому был состав очень мощный. Каждая область показала, на что она способна, какие у них на сегодняшний день самбисты есть и какие у них перспективы на будущее. Ну вот в том-то и дело, что получилось с первых же схваток уже шла борьба и не было таких проходных встреч. Ну и опять же можно заметить, что в боевом самбо у нас все-таки южный регион больше представителей. Это меня радует, потому что действительно на сегодняшний день Оржская область, Джалабадская, Баткенская, в частности Кызылкийские боевые самбисты показывают, что они действительно на сегодняшний день претендуют на очень высокие места. И из девяти весовых категорий, которые будут представлять на чемпионат мира, из них человек 5-6 это представители Аша, Джалабада, Баткена, Кызылки. Почему? Потому что там есть клубы, которые на сегодняшний день ребята, ну грубо говоря, на верхнюю ступень пьедестала по всем видам. Это касается самбо, боевое самбо, ММА, бои без правил. Ребята с такими энтузиастами пришли, но сегодня они являются одним из фаворитов. И фаворитами не только у нас в Кыргызии, но и в России, в Казахстане, в Европе уже ребята выступают. И это меня радует, радует то, что есть меценаты, есть энтузиасты, которые вкладывают в этих ребят. И эти ребята достойно себя ведут именно за границей. Мне по большому счету хотелось бы, чтобы наши ребята выигрывали не только чемпионат Кыргызстана, но и, естественно, мир, Европа и всякие коммерческие турниры, которые на сегодняшний день очень популяризируются. И мы делаем действительно очень большой вклад, наверное, не только в развитие нашего самбо, хотя он и является прародителями россияней, СССР. Мы вклад, наверное, делаем и в социальную сторону нашей страны, и очень много молодежи. Мы этих ребят с улицы почти ставим на ковер, воспитываем, тренируем. Не только, чтобы они побеждали, а чтобы они были достойными мужчинами, мужьями, наконец, да, достойными воинами, достойными защитниками нашей Родины. И я думаю, мы тоже нашему государству делаем большой вклад в развитие этих молодежи наших будущих, нашей страны. Вот мне хотелось насчет одного спортсмена спросить, Артур Тё, кубок мира Харлампиева по самбо, потом Гран-при Анталии по дзюдо, и потом опять чемпионат республики по самбо. Как вот можно все успеть? Артур Тё является одним из одаренных ребят. Он на сегодняшний день может выступать с таким же успехом и по дзюдо, и по самбо. У парня в этом году очень хороший настрой. Наконец, парень хочет, я разговаривал с ним, хочет стать чемпионом мира по взрослым. Но, естественно, основная цель у нас, чтобы этот парень завоевал лицензию на Олимпиаду. У парня перспектива очень хорошая. Даже с Анталии он приехал, проиграл, но он проиграл чемпиону. И чемпиону он проиграл плохо по замечанию, без бросков, без оценок. И это вселяет успех и в настрой этого парня. Когда проигрываешь чемпиона, который выиграл турнир, по замечанию это считается, ну, повезло парню. Больше, наверное, симпатии судьи были к нему. А по физическим, психологическим данным, лучше Артура Тео в этой високутере на сегодняшний день никого нет. И вот, по-моему, впервые в этом году на Кубке мира памяти Харлампиева у нас целый ряд медалей. И опять же, Артур Тео только по замечанию уступил в финале «Россиянину». Да, состав у нас очень сильнейший в этом году. Ребята уже взрослые, минимальные, кто уже призер мира, от 18 до 24. Это самый расцвет, наверное. И поэтому этот Харлампский турнир показал, что мы и спортивные боевые раздели являемся фаворитами. Не только в Азии, но и в мире. Финальная свадка того же Артура Тео показала, что Беларусь выиграл, опять же, по замечанию. Да, Беларусь был. Замечание можно было дать и самому Беларусу, хотя это сходка по Ютубу, которую вы четко сейчас просматриваете, в Ютуб выставляете. Спасибо вам огромное. И НБТ, и Тахиру, в частности, конечно. И показало, что наши ребята на сегодняшний день могут, могут стать чемпионом мира. Теперь вот год только начался. Какие планы на этот год? Этот год, я надеюсь, будет очень успешным для нас. Мне, как руководитель этой федерации, хочется пожелать нашим ребятам, чтобы первый этап, это вот с 1 июня этого года будет чемпионат Азии. Он будет проходить в этом году в Ташкенте. Мы туда будем выставлять второй состав. Те ребята, которые стали серебряными брызерами, бронзовыми брызерами, мы будем рассматривать этот состав, чтобы мы их обкатали, посмотрели, как на Азии они выступят. Второй турнир у нас идет уже в начале июля. Это Кубок мира на призы Нашлтана Абишча Назарбаева. Это очень грандиозный, сильный будет турнир. Туда слетятся лучшие самбисты мира. И первый состав мы хотим обкатать на Назарбаевском турнире. Потом следующим идут, наверное, азиатские игры, на которые вся страна будет смотреть, болеть за наших. Ну и, естественно, наше государство должно не остаться в стороне. Оно думает сделать посильный вклад в подготовке нашей сборной. И не только самбистов, но и всех, кто будет участвовать на азиатских играх. Как говорится, что посеешь, что и познешь. Чем больше вложений в ребят на сегодняшний день будет, я думаю, те ребята, которые на сегодняшний день являются уже мастерами спорта. Мастерами спорта международного класса. Они уже поняли, что на азиатских играх надо выигрывать. И минимально то, что они достигнут, я считаю, на сегодняшний день, это обязательно войти в тройку. Входящий в тройку спортсмен обязательно стоит на стипендии. Мы, как являющиеся не олимпийским спортом, всегда проигрывали в получении стипендии. Но на сегодняшний день руководство поменялось, госагентство, и правительство, я думаю, одобрит наше начинание. И возлагает на самбистов очень большие надежды. Потому что с каждых азиатских игр самбисты не проезжали еще без медалей. А с нынешним составом мы уверены, что мы будем одним из фаворитов на азиатских играх. Ну и, естественно, в ноябре у нас основной упор будет делать на чемпионат мира, который будет проходить в этом году в России и в Сочи. Россияне, естественно, были первыми всегда в командных зачетах. И мы в этом году постараемся дать бой нашим соседям, нашим стратегическим партнерам россиянам. Но не только россияне, там есть болгары, там есть монголы, там вся наша азиатская плеяда лучших самбистов. Это все 15 республик бывших, они будут выставлять тоже самых первых, лучших ребят и девчонок на этот чемпионат мира. Но мы постараемся достойно на родине Владимира Владимировича Путина, начальника этого самба, достойно выступить на этом чемпионате мира. Вот я, насколько могу заметить, это тоже, да, нововведение, что вторые номера на Азию, первые на более крупный турнир. Да, мы хотим обкатать, как говорится, ребят, потому что есть молодые ребята, которые на сегодняшний день показали, что они достойнейшие уже по-взрослым. Тот же, допустим, Телекамонколов, который выиграл в этом году чемпионат Кыргызстана уже по-взрослым, хотя он является чемпионом мира по молодежи. И мы возлагаем на него тоже большие надежды. Парень уже вырос, я думаю, у него не за горами, когда он оденет эту ленту чемпиона мира, ну и, естественно, будем упор делать на азиатские игры. Еще радует тот факт, что в тяжелых весах у нас Павел Гончаров появился, да, ребята? Супер тяжелый вес есть? Супер тяжелые ребята есть, молодые еще, подрастают. Мы тоже возлагаем на них надежды. Павел Гончаров на сегодняшний день является мастер-бортом и по самбо, и по дзюдо. В этой высокой культуре есть, естественно, у нас еще парень Макс Мануилов, который тоже блистает. В прошлом году Азию выиграл, мы на него рассчитываем. И те ребята, которые в прошлом году стали чемпионами, они все в этом году в призерах, в чемпионах Киргизии. И в этом году они должны доказать, что они не зря носят звание чемпиона Азии. Ну и последний вопрос. Как обстоит дело с включением самбо в программу о Олимпийских играх? На какой стадии? Вопрос вот этот вот. Хороший вопрос, хороший вопрос. Включение в программу Олимпийских игр волнует не только наш спорт в Кыргызстане, именно в частности самбистов, это касается всех самбистов мира, наверное. На сегодняшний день в списках ФИАС, Всемирной Федерации Самбо, 78 стран. Это очень большое количество. И я думаю, здесь только не хватает политической воли, политической воли великих держав. Но как прародители Советского Союза, сейчас россияне, мы включены на рассмотрение. Президент Федерации ФИАС Международной Организации Шостаков Василий Борисович очень посильную помощь в этом оказывает. Ну и естественно Владимир Владимирович, наверное, не останется в стороне, будет лоббировать эту тему, потому что он начинал когда-то сам самбо, является мастером спорта и по самбо, и по дзюдо. И мы надеемся, Надежда, как говорит, умирает последней, мы надеемся, что в скором будущем мы будем в списке Олимпийских игр. Желаю вам удачи в этом году, провести с чемпионатов Азии мира чемпионов, призеров. И в завершении разговора можете пару слов сказать нашим телезрителям. Спасибо. Мне бы хотелось бы на сегодняшний день поблагодарить канал ваш НБТ. Действительно, это тот канал, наверное, сколько лет я вас так хер знаю, столько лет, и осуществляете ту деятельность, которая сегодня воспаляет наших спортсменов. Очень мало таких. И каналу НБТ огромное спасибо нашим ребятам, нашим ветеранам. На сегодняшний день у нас посильную помощь именно в развитии, в регионах оказывают ребята, такие как Азиз Ибраев, наш вице-президент. Тимур Асаналеев, сейчас Федерация города. Помогает ребятам, чтобы они действительно поехали на соревнования, участвовали в экипировке, в сборах. Вот мы буквально два дня провели первое соревнование, вернее вторичное проводим соревнование в Кеминской районе, селёк Кичикимин. Это маленькое село, но у нас там прекрасный тренер, который в этом году закончил нашу Академию физической культуры Саламат. Воспитал хорошую, прекрасную плеяду уже самбистов. И туда мы уже ездили, нам посильную помощь именно в проведении глава Элюкмыты, начальника Кеминского района Азамат Имангазеев посильную помощь оказал. Эрик Асаналеев, выходец тоже с Кеминского. Это те ребята, которые поняли, что маленькая помощь этим ребятам, завтра они будут благодарить их всю жизнь. Всю жизнь благодарить будут, говорят, вот Эрик Алам, Азамат Алам мне помогли. Как это хорошо. Я хочу, чтобы очень много наших друзей, меценатов, которые имеют сегодня возможность помочь этим ребятам, пусть сейчас помогут. Потому что эти ребята завтра будут действительно нести наш флаг. Они будут заставлять на тех соревнованиях, чтобы играл наш киргизский гимн. Я очень благодарен этим ребятам, которые нам помогают. Дай им всем здоровья прекрасного. И по сильную радостную весть хочу сказать, что мы с достоинством выступим на этих соревнованиях. И мы постараемся, чтобы где мы не выступали, чтобы наш киргизский флаг высоко-высоко веял лучше всех. У нас в гостях был президент Федерации Самбо Киргизской Республики Нурлан Токаноев. Спасибо, что пришли. До свидания. Спасибо огромное. Спасибо. А сейчас наша традиционная рубрика, которая называется «Фитнес-клуб». Меня зовут Барышева Руслана. Мне 12 лет. Имею зеленый пояс. В «Стронге» занимаюсь два года. Приходите в «Стронг», занимайтесь в «Тэквондо» и ведите здоровый образ жизни. «Стронг» чемпион! Победает только он! И дополнит наш выпуск новости спорта за прошедшую неделю. Спонсором этой рубрики выступает торговый дом «Дордой Плаза». «Дордой Плаза» магазином магазин. На полях страны прошли матчи третьего тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд ТОП-лиги. На стадионе Национального футбольного центра 22 апреля прошло две игры. Первыми на поле вышли команды «Алга» и «Алай». Счет в игре был открыт на 19-й минуте. Муралим Жан Ахметов ворвался по центру в штрафную площадку хозяев. Вратарь алгинцев Алмагин Мамадов с его ударом справился, а вот подоспевший на добивание Али Асила головой отправил мяч в ворота и открыл счет в игре. Больше зрителей голов в первом тайме не увидели. Зато в начале второго тайма гости удвоили результат. На 48-й минуте Максадбек Алимов великолепным ударом отправил второй мяч в ворота «Алги». На 67-й минуте игры Алимов выдал точный пас на Ахметова и Муралим Жан, ворвавшись по центру в штрафную Алгинцев, одним касанием отправил третий мяч в ворота хозяев поля. А точку в матче на 72-й минуте поставил лучший бомбардир прошлого сезона Али Асила, замкнув передачу с левого фланга. Итог 4-0 в пользу Ожского Алая. Во втором матче тура столичный Дордой принимал Гачкаратинский Невчи. Счет в игре был открыт на 29-й минуте. Арген Жуматаев выдал точный пас на Бигджана Саганбаева и голкипер Гостей ничем не смог помочь своей команде. На 44-й минуте Марат Аджиньязов навесил с правого фланга. Мяч оказался у Бигджана Саганбаева, который выдал точную передачу на партнера и Алишер Азизов удвоил результат головой, отправив мяч в ворота гостей. На 55-й минуте встречи, воспользовавшись ошибкой вратаря, свой первый мяч в составе Дордой забил новобранец команды Зарифу Сулеймана. На 55-й минуте игры вновь голевой передачей отметился Бигджан Саганбаев. Подхватив отскочивший мяч, Бигджан вывел на ударную позицию Нербека Ахматалиева и тот не промахнулся. А точку в матче на 79-й минуте поставил Карим Израилов, нанеся точный удар из-за пределов штрафной площадки гостей. Итог 5-0 в пользу Дордойя. 23 апреля состоялся еще один матч третьего тура. Канская Абдушата принимала Карабалту. Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Атай Джумашев, блеснув, индивидуальным мастерством, убежал от защитников и выдал точную передачу на партнера, который пробил по воротам. Защитник гостей Рустам Майрамбекуулу выбил мяч практически с линии ворот, но первым на добивании оказался Иван Филатов и открыл счет в матче. На 28-й минуте встречи абдушатинцы организовали атаку уже правым флангом. Нуркал Сатаев сыграл в стенку с партнером по команде и точным ударом отправил второй мяч в ворота Карабалтинцев. А точку в матче на 56-й минуте поставил Бахтияр Душабеков великолепным ударом из-за пределов штрафной площадки. Итог 3-0 в пользу Канской Абдушаты. А 27-го апреля состоялась одна игра четвертого тура. В связи с тем, что бишкекскому Дордою 3-го мая предстоит выездная игра с торгменским Алтынасыром в рамках Кубка АФК, было решено провести матч очередного тура двумя днями ранее. Встречались столичные Дордой и Алга. Этот матч начал с минуты молчания в память об ушедшей жизни Гульмире Сулаймановне Мамбиталиевой, супруге президента футбольного клуба Дордой Аскара Маткобыловича Солымбекова. Игра началась с атак хозяев поля. На пятой минуте подопечные Руслана Садыкова получили право на штрафной, но удар у Анатолия Власичева явно не получился. На седьмой минуте опасно навешивал с левого фланга Азиз Садыков, но голкипер Алгинцев Руслан Джанабеков отвел угрозу от своих ворот. Спустя минуту уратарю гостей вновь пришлось вступить в игру после великолепного удара Анатолия Власичева. Но на 12-й минуте встречи футболисты Дордой все-таки открыли счет. Марат Аджиниязов прошел по правому флангу и выдал точный пас на Алишера Азизова, который забил свой четвертый мяч в чемпионате. Алгинцы в свою очередь также атаковали, но до взятия ворот дело не доходило. Разве что на 41-й минуте Рамзин Абиев после ошибки Анатолия Власичева мог счет сравнять, но на высоте оказался Максим Зинченко. Дордой же мог увеличить счет, но в первом случае удар Жангалдеку Улу Кайрата отразил голкипер гостей, а во втором Кайрат пробил мимо ворот. При счете 1-0 команды ушли на перерыв. Во втором тайме инициатива была также на стороне хозяев поля, но увеличить счет не получилось. А на 80-й минуте встречи алгинцы отыгрались. После удара Ильдара Амирова ошибся Максим Зинченко и пытавшийся выбить мяч Тамерлан Козубаев направил его в свои ворота. Итог 1-1. Таким образом, Каннская Абдушата, набравшая 9 очков, единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата. Далее идут Дордой с 8 очками и Алай, в активе которого 7 очков, но игра в запасе. В минувшие выходные в столице прошел чемпионат Кыргызстана по выездке. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Казахстана и Кыргызстана. В результате проведенных стартов в упражнении под названием «Элементарий тест» победителем стала Ольга Чурзина на лошади по кличке Ник. Она же заняла и второе место на лошади по кличке Байкал. Третье место досталось Майрам Аленкуловой на лошади по кличке Фортуна. В состязаниях под названием «Приэлеминари тест» первенствовала Виктория Терина на Бастинде. Второе место заняла Елизавета Щербинина на Лаки и замкнула тройку призеров Алина Усачева на лошади по кличке Рахна. В упражнении «Медиум тест» на верхнюю ступень пьедестала поднялась Элина Сергеева на лошади Лили Марлен. Серебряным призером стала София Татарова на Самале и третье место досталось Ольге Чурзиной на лошади по кличке Ник. В соревнованиях под названием «Малый приз» отличилась Оксана Ермолаева на лошади Византия. Второе место заняла Екатерина Соловьева на Самале. И бронзовой медалью удостоилась Елина Сергеева на лошади по кличке Лили Марлен. В езде средний приз номер один на Кубок Кыргызской Республики первое место заняла Екатерина Каркавцева на лошади Пагода. А Екатерина Соловьева на Бороне и Мария Гурина на Сенаторе заняли второе и третье места соответственно. И наконец большой приз завоевала Екатерина Каркавцева на лошади по кличке Пагода. А Мария Гурина стала серебряным призером на Сенаторе и бронзовым призером на Боцмане. В минувшие выходные прошли матчи четвертого тура чемпионата Кыргызской Республики по футболу среди ветеранов. Напомним, что в этом сезоне в соревнованиях принимают участие 17 футбольных коллективов. Это команды Абдышата, Алга, Алтендоп, Наорос, Динамачуй, Каинда, Тойота, Химик, Нашепиво, Иссыкота, Иссыков, Токио, Талас, Шахтер, Алато, Бешикташ и Казахстанский Достар. Четвертый тур завершился со следующими результатами. Футболисты Абдышаты со счетом 7-2 разгромили Наорос, Каинда со счетом 5-2 обыграла Шахтер, в ничью 2-2 сыграли Динамачуй и Алтендоп. Команда Аллато со счетом 3-1 нанесла поражение Достару, Иссыкота со счетом 0-3 уступила Иссыкову, Талас со счетом 1-0 выиграл у Токио, и миром разошлись Тойота и Бешикташ 0-0. Таким образом, в турнирной таблице появился единоличный лидер, это Каннская Абдышата, в активе которой 12 очков. Далее идут наше пиво и наорос, набравшие по 9 очков. Ну а в списке бомбардиров чемпионата лидирует игрок Абдышаты Закербек Пусурманов, забивший ворота соперников 12 мячей. На полях национального футбольного центра прошел седьмой тур восьмого сезона Лиги Наши. Напомним, что инициатором этих соревнований выступает компания Абдышата и торговая марка Наши. В новом сезоне принимают участие 64 команды, которые разделены на 4 лиги. Напомним, что в премьер-лиге в этом сезоне играют Росенбанк, Росенбанкшер, Строймир, Нисси и Европа, Олимпия 85, Живое, Наши Кант, Аккас, Севен Мегагрупп, Фаю, Теплоэнерго, Такмок, Адбаши, Тимур и Сулюкта. И хотел бы поблагодарить компанию Абдышата, торговую марку Наши пиво, что они поддерживают футбол, за развитие футбола. Им очень большое спасибо. Седьмой тур в премьер-лиге завершился со следующими результатами. Такмок со счетом 7-3 обыграл команду Аккас. Команда Теплоэнерго выиграла со счетом 3-0 у Росенбанка. Команда Севен Мегагрупп со счетом 8-5 обыграла футбольный коллектив Наши Кант. Европа со счетом 1-2 уступила команде Живое. Неси со счетом 4-3 обыграл Фаю, а команда Строймир со счетом 7-4 нанесла поражение Росенбанк Шеру. Сулюкте было засчитано техническое поражение 0-3 в пользу Тимура. Таким образом, после семи туров появился единоличный лидер Лиги Наши. Это команда Теплоэнерго, выигравшая все семь игр. Второе место с 19 очками занимает команда Строймир. И замыкает тройку лидеров футбольный коллектив Росенбанк, в активе которого 18 очков. В списке бомбардиров лидирует игрок команды Теплоэнерго Аширов, забивший в ворота соперников 19 мячей. Игры Лиги Наши проходят по выходным дням на стадионе Национального футбольного центра. Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафуров. До свидания, до следующих выходных. Субтитры подогнал «Симон»!